орхидея как заставить цвести это прекрасное чудо главное достоинство и ценность этого растения цветки поражающий разнообразием окраса каких только оттенков не увидишь когда она цветет зацветает орхидея возрасте от полутора до трех лет молодое растение образует цветонос через два года после пересадки если вы покупаете растения обратите внимание на количество листиков их на нем должно быть с не меньше пяти если их меньше отцветения в самом разгаре покупать его не стоит орхидея больна ее искусственно простимулировали для появления бутонов если возникли проблемы с цветением изучите разновидности орхидеи чтобы знать сколько света нужно конкретному виду может просто достаточно переставить цветок на другой подоконник главная причина если орхидея не хочет свести это созданные ей условия отличные от природы условия содержания должны быть приближенные к естественным то есть создайте тропики поставьте ее на самое солнечное окно можно на южное но свет обязательно должен быть рассеянным орхидея должна стоять на одном месте и всегда той стороной к свету который стояла поэтому если вам пришлось переместить орхидея на другое место поставьте ее так как она стояла корневая система этого растения активно участвует в процессе фотосинтеза обеспечьте как можно больше доступа света к корням поставьте ее в прозрачный горшок это должно быть стекло или пластик к тому же низкий и широкий глиняным стенкам горшка корни орхидеи прирастают при пересадке если вы обрезали высохшие или загнившие корни корневая система будет восстанавливаться в течение полугода в этот период цвести орхидея не будет чтобы растение зацвело можно полить его эпином добавляем в воду 3-5 капель раствором янтарной кислоты 2 грамма на 1-2 литра воды влажность воздуха для этого растения должна быть предельно высокая поэтому опрыскиваем воздух вокруг именно воздух только не само растение полив для этого растения тоже должен быть особенным сначала мы долго и арбильно поливаем его только не холодной водой вода должна быть комнатной температуры а потом резко сокращаем полив растение понимает что пора выпускать цветонос если же вы будете постоянно увлажнять корни небольшим количеством воды не делая перерыва то цветение не будет для закладки цветочных почек и долгого цветения растению нужны подкормки особенно полезны с большим содержанием фосфора и калия именно фосфор и калий способствует образованию активизации цветочных почек а вот азот наоборот тормозит цветение он полезен только для молодой орхидеи чтобы помочь ей нарастить пышный кустик листвы но не перекармливайте не кормите растения слишком часто переизбыток минералов также губителен как их недостаток если растению не хватает свежего воздуха отсутствует разница между дневной и ночной температурой спящие почки могут вовсе не проснуться не заставляйте орхидею цвести сразу после окончания предыдущего цветения у нее в это время должен быть период покоя около четырех месяцев во время зимнего покоя отмените подкормки сократите полив снести температуру воздуха именно это пробудет почки заставить вырасти цветонос а не детку ваша орхидея получает вроде бы правильную вы постоянно уделяете ей внимание а она все равно отказывается цвести устройте есть стресс создайте резкие изменения в условиях ухода это заставит растение цвести поставьте цветок в помещении с температурой на 6 8 градусов ниже привычной смените освещение поставьте на сутки в более темное место перестаньте ее подкармливать возможно вы ее просто закормили когда растет цветочная стрелка распускаются новые цветы растение не должно испытывать недостаток влаги а вот если не хочет цвести просто устроить растению засуху в период роста новых побегов но не в конце вегетации так можно заставить цвести даже растения перекормлены азотом но в этот метод нельзя использовать если нарушен турбор листьев и растение имеет истонченные корни теперь зная почему ваша орхидея не цветет создайте их хорошие условия и тогда она постоянно будет радовать вас своим цветением если у вас есть сад или огород или вы просто любите комнатные растения подписывайтесь на наш канал и вы не пропустите новое видео в котором узнаете много нового и интересного